Ну а мы продолжаем выпуск. Аграрии Юга области уже готовы выйти в поля, но, похоже, работы там начнутся не раньше 20 апреля. Хотя 10 лет назад посевная стартовала уже 7 апреля. Мешают лишь погодные условия. Финансовая сторона вопроса улажена. Только льготных кредитов аграрии получили 1 миллиард 700 миллионов. Это лишь часть средств. Сколько стоит посевная компания региона, расскажет Инна Михайловская. Когда склады с зерном открывают и начинается погрузка, это большая удача. В этом сезоне у всех хозяйств области проблемы с реализацией зерна, как товарного, так и семенного. В агротехнологическом центре 100 тонн сои первой репродукции не востребованы. У нас имеется на реализацию 1060 тонн элита талисман, 450 тонн сорт отрада первой репродукции. Также у нас имеется 690 тонн элита и смене Абалат. 1 числа апреля. И как многие хозяйства региона, Сорокинский агротехнологический центр к началу весенних полевых работ готов. В мастерских ремонтируют технику, которая не участвует в полевых работах, поэтому ее обслуживание оставляют на потом. А посевные комплексы надо лишь проверить перед выходом в поле. В хозяйстве 9 посевных комплексов и еще с прошлой осени они уже были подготовлены к следующему сезону. Вот видно, что и следов даже нет. В том числе и обработали шины специальной белой краской. Она защищает их от воздействия, негативного воздействия окружающей среды, в том числе от такого яркого солнца. Потому что дорогие. Одна такая резина стоит порядка 80 тысяч рублей. А деньги аграрии считать умеют. Стоимость посевной компании по области превышает 5 миллиардов рублей. Самое дорогое – это горюче-смазочные материалы. На них необходимо 2,5 миллиарда. И удобрения. Их стоимость – 1,5 миллиарда. Кстати, в хозяйстве агротехнологических центров на специальной площадке хранится 1000 тонн удобрений. Дело остается за малым, чтобы пришла настоящая весна. С числа 20-го. На прибивку в апреле выезжали. 6-го, 5-го. Все начинали мая. Но нынче, как видите, затягиваются все. Теплую погоду ждут еще и для того, чтобы начать обработку семян к посеву. Эти работы проводят, когда на улице стабильная температура выше плюс 10 градусов. Инна Михайловская, Александр Изосимов. Тюменское время.